И снова здравствуйте! Мы играем за Биндико Файзек, как обычно. Стандартная ситуация, правда? И почему бы нам не приступить к челленджам? Потому что надо получать все предметы и всё такое. И я думаю... Давайте попробуем Lord of the Flies. Я, честно говоря, не знаю, что там происходит в Lord of the Flies. Почему бы и нет? У нас есть The Mulligan, я так понимаю. Ощущение, что у нас кроме The Mulligan больше ничего и нет. Во всяком случае, я не вижу. Хотя мы какие-то зелёные, может у нас ещё какие-то апгрейды, кроме этого, есть. Я не знаю, например, увеличение скорости. Я не знаю. Во всяком случае, не похоже, чтобы Айзек двигался быстрее, чем он двигается обычно. Обычно, хотел я сказать. Но это как-то странно. Определённо не то, что я хотел сказать. Так, значит, продвигаемся. Собственно, что делает Mulligan? Это, насколько я помню, почти с каждым нашим выстрелом по врагу он спавнит муху, которая атакует врага. То есть, вещь очень полезная. Но по сравнению с формой кота, которую получаешь, если побеждаешь... А, если не побеждаешь, если собираешь все предметы кота гапи, то ты начинаешь летать. И с каждым, вроде бы, выстрелом летает муха. Здесь не с каждым, как видите. Я вот немножко припутал. А Flat Penny это очень хорошая штука. Позволяет нам за каждую монету... Ну, почти за каждую увеличивается шанс. Когда... То есть, где-то 50% шанс, если ты поднял монету, то тебе отдаётся ключ. Раньше, кстати, был интересный... Ну, не баг. Я не могу назвать это багом. За поднятие монеты давался не обычный ключ, а золотой. То есть, полный бред. Вы понимаете, насколько это бредово. И я, пожалуй, проверю секретную комнату. Да, это странно, что она не там. Последний раз здесь проверю. У меня ещё две бомбы. Вот, отлично. А-а-а-а, боже. Серьёзно? Тогда я сражусь с боссом. У меня есть одна бомба. Я вернусь и... Бомбану эту. Ну, тем более... Хотя я мог даже взять, потому что вряд ли я получу урон на... На нём. Потому что... Я опять забыл его имя. Что очень глупо. Потому что, вроде, каждый раз... Оно проскакивает на этом экране. А я его всегда пропускаю. К сожалению. Так. Кто их не видел, верно? Все имена помнят. Вот. Не помню имя этого. Один HP Up. Плюс ещё один. Мы сейчас белое сердечко ведь получим. Очень даже неплохо. Жалко, конечно, бомбу. Но, что поделать. Вот так. Отлично. Первый этаж достаточно неплохо получился, мне кажется. Как видите, это челленджеран. И мы не... Нет комнат золотых. То есть с предметом. Но это я объясняю тем, кто вдруг не знает в основном, да? Челленджераны. Я вроде бы даже не проходил челленджераны на канале. Я не помню. Возможно, проходил. Может, нет. Если не проходил, то я рад, что объясняю. А, я бы объяснял в любом случае. Потому что я люблю болтать много. В общем-то, это то, чем я занимаюсь. На ютубе. Не вижу ничего плохого. Так. Я надеялся, что там может быть секретная комната. Так. Мухи против мух. Кто победит? Я думаю, что мухи. Только мои на этот раз. Обычно бывает намного хуже. Не люблю мух. Это, кстати, один из самых ужасных врагов в игре. Особенно, если ты с каким-нибудь там эпикеком или... Как же называется эта штука? А, фитус инзэджар, да. Когда у тебя вместо слез бомбы. Вот этот предмет. Фитус инзэджар. Это жутко неудобно. Вот, видите, мы уже получили ключ. Это жутко неудобно. То есть, ты пытаешься попасть по мухе, она, естественно, облетает эту сраную бомбу. С чего бы в нее влетать, верно? И жутко трудно попасть по мухам. Конечно, можно попробовать прямо в нее ударить. О, бесплатный сундук. Но это не просто с бомбой, окей. Не такой уж он бесплатный. Я проверю. Я ведь на выходе возьму это сердечко. И, конечно же, сундук полный пауков. Не люблю пауков. Нет, знаете, я даже люблю. Это пауки лучше, чем другие насекомые. Эх, неправильно выразился. Ведь пауки не насекомые, верно? Короче, лучше уж пауки, чем насекомые. Ненавижу насекомых. Просто ненавижу. Они противные. Жуть. А вот пауки еще ладно. Они, не знаю, прикольно выглядят. Страшные, но мне нравятся. Те, кому, наверное, могут нравиться пауки. Но есть люди, которые в аквариуме... В аквариуме? В аквариуме их держат. И я, пожалуй, этого не понимаю. Это же все время быть в страхе, да? Что эта штука выберется. Хотя, если ты понимаешь, что ты делаешь, то, конечно, почему нет? Почему не держать такого паучка дома? Ну и тем более, он может быть не ядовидым. Вот если вот ядовидый, то это когда... То это, конечно, уже весело. Я бы не стал. В детстве у меня аквариум, который был, у меня были рыбки. И это совсем не опасно, если они выберутся наружу. Скорее, для них проблемы будут. Так что... Забавная ситуация была бы, если бы они начали выбираться. Это как в той серии Симпсоны, когда дельфины выпадались на сушу. Так, еще одна монета. Еще один ключ из-за этой монеты. Мне нужны бомбы. Там два синих камушка, и мне срочно нужны бомбы. И я, естественно, не получил ни одной. Это проблема. Потому что из камня я мог получить Small Rock, я мог получить два синих сердечка, я мог получить бомбу, например. Так, я рад, что я уничтожу вот это говно. Еще один ключ. Обычно я это не уничтожаю, и как бы... Потому что я ленив. Но, как видите, уже себя купила. Немножко дня. Вот, уже 12 центов. На следующем этаже мы вполне сможем пойти в магазин, я думаю. Потому что 3 цента-то уж мы точно наберем. И я, кстати, впервые вижу, чтобы синий голод стрелял мухами. Точнее, не мухами, а стрелял. Просто стрелял. Я забыл, что он умеет. Я думал, он только летает. Это странно. Вот видите, насколько мало можно знать игру. То есть, играть в нее до хрена, да, и чего-то еще потом найти такое, чего-то не знаешь. К сожалению, мы не получили сделку с дьяволом, хотя хотелось бы. Что поделать? Опять же, главной вещью для нас здесь будут магазины. Потому что как мы еще предметы сможем получать, кроме боссов и магазинов? Только вот так. Есть, конечно, секретные комнаты, но на это не стоит надеяться, потому что искать их все-таки нужно бомбы иметь, которых я сейчас не имею. Это проблема. Ах, боже. Я же говорю, мухи, это ужасно. Вот здесь я больше даже на муху отвлекся, чем на вот эту тварь. И получил урон. нейтральный... Точно такая же комната, вы что, издеваетесь? Дело не в том, что она вообще сама по себе есть, да? Ну ладно, в такая же комната, но она проблемная. Потому что куча этих мух, я не хочу их агрить, и, кстати, не только я их агрю, еще и они. Они мне подлянку делают. Ладно, в самопожертвовательную комнату я не пойду. Самопожертвовательная комната. Ужасно звучит, кстати. Так, немножко этих засранцев, которые нам ничего толку не могут сделать. Ну, только если мы до них дотронемся, конечно. Бладбэнк я использовать не буду, на меня нет синих сердечек. Просрал я уже одно. У меня вроде бы одно, единственное и было за всю игру пока что. спасибо. И, к сожалению, ничего здесь не выпало. Я просто надеялся, что он освободит путь, и я какой-нибудь предмет возьму. О, спасибо за секретную комнату. Я на это надеялся. И... Борфинтон мертв. Еще один ключ. С ключами у нас проблем нет. Дайте мне лучше бомбу. Мы определенно пойдем в магазин. О, боже. Это просто какой-то праздник ключей. Я поднял там семь ключей. Это ненормально. Но я окей с этим. Я возьму. Не буду ругаться. Флэппэнни очень хороший предмет для ранней игры. Потому что надо обязательно идти во все комнаты, которые нужно. Ну, имеется в виду с предметами, в магазины и так далее. В сундуке открывать. А потом уже, когда магазинов и комнат с предметами нет уже, да, на оставшейся игре, то ключи, в общем-то, в основном не нужны. Только на сундуке, где 4 сундука стоят и их, собственно, надо открыть. Там в каждом предмет будет. Мамс Коин Перс, конечно, я возьму. Позволит нам держать еще один тринкет. В общем-то, можно продвигаться. Хотя, знаете, здесь комната тем более простая. Надо исследовать все, что можно. Может только что-то получать выше. И я, кстати, не знаю, нужно ли нам здесь победить мамашу или нам просто нужно добраться до сердца с этим челленджем. Не знаю. И я даже не знаю, что мы получим в случае победы. Это мне неизвестно, к сожалению. И будет забавно, кстати, если я проиграю этот челлендж ранд. Точнее, будет не забавно, будет грустно. Кстати, есть такая возможность, потому что у нас урон маленький. Извиняюсь, что я там сейчас... Ох, это... Вот это уже мое. Ай-яй-яй, моя вина. Так, мне совсем не нравится, что на экране дохрена этих мух. Я, конечно, могу воспользоваться бомбой, но у меня она... О, боже. Нет, пожалуйста, мухи не убивайте. Не убивайте их. Вот, отлично. Так-так-так, я срочно возьму это, чтобы не подохнуть. Я просто боялся, что мухи начнут уничтожать вот этих мух, которые сейчас летают, да? Бомбомух. Бомбомух. А, боже. Это может быть хорошо, а может быть ужасно. Две одинаковые пилюли. Тирзап. Отлично. Два тирзап. Позволяет нам чаще стрелять слезами. Рейнджап. Тоже окей. И телепилс, который отправляет на секретную комнату. Ну, что сказать? Это было неплохо. Так, часто стал окупаться огонь. Такое ощущение, что как-то пофиксили игру. В общем-то, надо продвигаться на следующий этаж. Здесь мы ничего больше не сделать не можем. Да, конечно. Сделать не можем. К сожалению, мало здоровья это огромная проблема. То есть, так сердечко нормально, но я их все просрал. Я не думаю, что тот босс будет такой проблемой. Но мы их можем восполнить всегда, если найдем что-либо. Не знаю, Ям Харт. У нас, кстати, до сих пор нет Space Bar предмета, что не есть. Хорошо. Не знаю, полцарства за синюю свечку. Потому что это шикарный предмет. Или Book of Belial тоже подойдет. Я не могу до него добраться. Хотя, очень хотел бы. Вот опять же, мухи уничтожают. Это... Мухи уничтожают. Это как какой-то фильм ужасов. Не знаю, как это сказать. Очень низкопробный фильм ужасов. Вот. Это я хотел сказать. Что-то на уровне, не знаю, огромной, огромная устрица атакует Токио. Что-то такое. Существует ли такое, интересно? Я не знаю. Скорее всего, нет. Хотя, ааа, боже, если бы это снимали в Японии, японцы бы наверняка такое сняли. Там у них огромная ящерица, то бишь, Годзилла, атакует. И ладно. Может, и устрица будет. Может, мокрица, может, креветка. Что-нибудь обязательно морское, потому что там у них с этим проблемы. Так, продвигаемся сюда. 20 ключей. Почему нет? Окупилось, пожалуй. Мы вернули фактически ключ назад и получили 2 бомбы. Я рад, как это вышло. Так, я совсем не рад ситуации в этой комнате. Но мы уничтожили. Кстати, очень редкий враг, вот этот белый, встречается чертовски редко. Наверное, за все время, которое я играл, я встретил, может, 3, может, 4 раза, не более. Ну и хорошо. Он неприятный. Так, здесь с ним зомби. Я не знаю, честно говоря, он называется на самом деле. Он похож на зомби. Так, магазин, да, конечно. А, я вот этого боялся. Это реально проблемно. Так, спасибо, Кьюбов Мид, за то, что заблокировал выстрел. Ненавижу, ненавижу. Ненавижу этого за... Мы можем просто подохнуть. Но я очень хочу пройти этот челлендж-ран, потому что здесь даже нет причины. Я хочу пройти этот челлендж-ран. Я исследую эти комнаты, потому что я не хочу идти к боссу сразу. Не то, чтобы я мог на нем умереть, это вряд ли, потому что за то время, которое я играю в Айтихо, я уже научился сражаться с боссами адекватно. И не думаю, что я на нем погибну. Но мне надо найти все-таки больше сердечек, чтобы выживать на более трудных этажах. Итак, продвигаемся тогда направо. Куда-то вниз. Я могу поискать секретную комнату, потому что она определенно вон там, слева от босса, наверное. Хотя не факт. Черт, я могу прямо здесь подохнуть. Но я жутко не хочу. Просто нам не выпадало толком никаких таких предметов, которые сильно влияют на игру. У нас есть мамской перс, там, с флитвене, да, там, у нас мулиган, который нам, собственно, в начале дался. В общем-то, все. Кьюбов Мид не считается все-таки защитный больше предмет, нежели атакующий. Хотя можно и им атаковать. Представьте себе. Ааа, боже. Серьезно, я прямо вбежал прямо в это говно. Дай мне одно сердечко, прошу. Так, отлично. Есть этот сундук. Он не дал нам то, что нужно, к сожалению. И мы идем в аркаду. Я очень рад, что она здесь. Я чуть не пошел играть в Лат Дэнк. Поиграем немножко в эти, чтобы вернуть здоровье. Пожалуйста, верни мне здоровье. Что? Меня убила муха, верно? Ладно, это было мало, давайте переиграем. Это было чертовски глупо. Я просто ее не заметил. О, боже. Это стыдно. Это серьезно, стыдно. Пилюля. Ааа, хелс даун. Блин, это, это жопошно. Минус одно сердечко. Это ужасно. Жаль, мы не имеем этого, как это называется-то, кубика. Ведь мы играем за Айзека, да? Но при этом мы не имеем кубика, потому что это челлендж. Было бы хорошо, если бы у нас был. И боремся с гордостью. Так, надо его. Впервые, наверное, побежал в эту хрень. Кстати, только что я чуть не умер. Энергис кубук. Дерьмовый предмет, нет. Но так как у нас нет ничего другого, почему бы и нет? Я не специально рифмую, так получилось. Да. Забавно, это все... О, спасибо. Уничтожай говно, уничтожай говно. Говно это зло, но оно дает нам профиты. Так что, почему нет? Опять же. И... вот эти ребята. Собственно, идем на следующий, точнее, не на следующий этаж, а идем бороться с боссом, а потом на следующий этаж. Я использую Энергис кубук, который... который просто берет нас и убивает. Да, это крайне странно. Извиняюсь за такую ерунду, потому что... Это странно. Знаете, не иметь комнаты с предметами, это все-таки достаточно проблемно. И это может вот так вот трахать тебя постоянно. Потому что, если ты не получаешь хорошие предметы у босса, то ты, в общем-то, ничего поделать не можешь больше. Банально. Так, и... простая комната. Две дополнительные бомбы. Пять бомб, это хорошо. Я бы даже... Шесть бомб, это отлично. Но дайте мне... Видите, это муха была виновата. И я тут ни при чем. Так. Я просто думаю, где может быть секретные комнаты. Здесь. Так точно. Меня не подвела моя интуиция. Но... Шесть центов это не так уж офигенно. Вот здесь мухи мне помогли. Даже очень. Мулиган вообще хороший предмет, но иногда он может тебе насолить. Серьезно. Так, у нас шесть бомб, но мы сможем спокойно открыть, точнее, взорвать этот камушек. Пусть там будет The Small Rock. Я нарекаю, получу еще этот ключ. Да, оно того стоило, определенно. Бомба, пять центов, если не ошибаюсь, и синее сердечко. Я окей с этим. Так, надо поуничтожать это говно, потому что там могут быть деньги. Вот такова история Айзека. Надо уничтожать говно, чтобы получить деньги. Так, в общем-то, можно идти сражаться с боссом. Главное, опять ты. Мы снова встретились. На этот раз я не проиграю. Мои мухи сделают основную работу, потому что урон у нас маленький, дефолтный, да, стандартный. Но мухи будут делать приличный прирост в этом деле, и мы победили. О, боже, серьезно? Опять вам с Коин Перс. Хелс Даун, Тирзап, Бэт Гэс, Притти Флай. Что же с этими пирюлями Хелс Дауна-то, а? Хреново. Мне это совсем не нравится. Да, мы получили Тирзап, но Хелс Даун это намного хуже, чем Тирзап, да, и он как бы совсем не компенсирует этот Тирзап, то, что мы потеряли одно грыбаное сердечко красное. Это очень плохо. Так, почему бы не уничтожить это говно? Ради кэша! И пойти дальше. Возможно, мы не пройдем. Это челлендж-ран в этот раз, но что поделать? Не все сразу. Так, в аркаду я не пойду, у меня и так есть 13 центов, которые я хочу потратить определенно на магазин. И вот и магазин. Я определенно уничтожу вот это. И как раз лучше, кстати, 15 центов. И так же, как и бомбу, и синяя свечка. Отлично! Теперь все повернется. Это как раз то, чего я просил. Синяя свечка. Шикарно. Теперь, действительно, все может измениться. Мы можем победить. Я определенно открою сундук. Почему нет? Сейфити кэп улучшает пилюля, насколько я знаю. Это как PHD, только тринкет. Так что, вещь хорошая. Надо почаще пользоваться сердечкой, сразу говорю. Так как, почему нет? Это отличный предмет. Я очень рад, что мы его нашли. А, кстати, после этого можно вернуться и поиграть в Bloodbank. У нас немного сердечек, но все-таки оно того стоит. Если повезет, мы получим хеллсар. Так, Гурди Джуниор, будь потише в этой ситуации. Пожалуйста. Такое ощущение, что свечка словно скейлится. Такое ощущение, что она делает не столько урон, сколько обычно, или это просто Гурди Джуниор пролетает. У нас сделка с дьяволом. Да, я определенно возьму The Mark. Это увеличит наш дамаг. И пойду играть в Bloodbank. Мы всего один раз, кстати, можем. Мы можем побегать по этажу, и... А! Нет. Нет, 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 Мы не сможем туда пройти, у нас денег нет. Но мы можем поискать секретную комнату. У нас восемь... восемь бомб. Она не здесь. Возможно, здесь. И не здесь. Окей, здесь. Серьезно? Ладно, последняя бомба. Ну, знаете ли, это странно... Ладно, еще одну бомбу потрачу, потому что она определенно должна быть здесь. Что-то здесь пошло не так. Кстати, я пойду сюда. Да, определенно, HP up. Это позволит нам потом заключить еще сделки с дьяволом. Ну, или просто выжить. Так как мы взяли The Mark, у нас теперь довольно неплохой урон, особенно учитывая, что у нас есть мухи. И борьба в этой комнате с боссами довольно простая, так как это всего лишь Ларри Джуниор и монстра. И мы получили ключ. К сожалению, мы не получили монет, чтобы пойти в аркаду. Но это нормально. Мы можем продвигаться и без этого вполне. Хорошо бы найти еще какую-нибудь сделку с дьяволом в будущем. Избавиться можно от всех сердечек, да, и потом на неуязимости от полароида идти. Бомба, до которой я добраться не могу. Джаджмент, которому я не могу ничего дать, к сожалению. Так, мухи, ничего не делайте, пожалуйста. Мне нужно уничтожить этого засранца. Три выстрела вроде хватает. Дополнительный ключ это отлично. Но я бы приветствовал деньги. Нам нужен магазин. Как видите, магазин нам очень сильно помог. Так, теперь главное не облажаться. И синяя свечка. Да, все отлично. Пилюля. Pretty Fly. Отлично. Это фактически как если бы мы получили улучшение HelloFly. У нас сейчас две мухели вот так вот летают. Ну, не считая, конечно, вот этой оравы, которая из-за мулигана. Ну, понимаете, о чем я говорю. Я думаю, многие из вас играли у Айзека. Если нет, то, конечно, зацените эту игру. Я совершенно не зря в ней играю, потому что это шикарная игра. Так, надо воспользоваться синей свечкой. Да, кого-то я все-таки уничтожил. Не думал, что это произойдет. Шикарный предмет, перезаряжается сразу. Имеет огромный урон, имеет огромные защитные свойства. То есть, то, что если в тебя летят какие-то снаряды, так сказать, да, если ты воспользуешься свечкой вот так, да, то свечка сожжет то, что в тебя летит. Так, халявный ключ. А, не то чтобы халявный, мы потратили бомбу, чтобы до него добраться. А, так, я случайно нажал каким-то образом на какую-то клавишу. А, да, я вижу, клавишу. Почему она здесь располагается? Дурацкая клавиатура, она мне никогда не нравилась. Так, вот этот за... О, надо же, он погиб. Знаете, я просто чекну. Может, мы найдем потом секретную комнату. Book of Revelations, и я как бы ничего не жалею. Знаете, вот эта красная пилю, она вроде поменяется. Tears up, да, я рад, что я купил. Фактически мы получили халявный апгрейд. Ну, опять же, не халявный. Мы потратили на него деньги и ключ. Но все же, теперь мы довольно часто стреляем. У нас есть синяя свечка. И я рад, как все это сложилось. Все складывается довольно неплохо. Единственное, нам нужно HP. Фистула. С синей свечкой это не будет проблем. Сейчас сами увидите. О, боже, как быстро они разлетелись. Синяя свечка в борьбе с фистулой, это шикарно. Как видите, довольно быстро все происходит. я все-таки получил урон. Признаюсь. Но, признаюсь, как будто бы вы этого не видите. Верно? Так, и... Так, рейндж апгрейд. Это плохо. Это реально плохо. Было бы классно, если бы рейндж апгрейд влиял на свечку. А может, он и влияет. Это вряд ли. Я пойду и поищу секретную комнату, потому что она может быть здесь. Нет. Одну бомбу я сохраню. Пожалуй. Собственно, продвигаемся на второй уровень. Кейпс 2, в смысле. И я вроде бы... Вроде бы пока идет все нормально. Но реально, мы страдаем от нехватки HP. Банально. Но так и есть. Так часто бывает. Так. Это была профессиональная совершенно свечка. Как и это. Главное, бы быстрее их. Бы быстрее. Побыстрее их уничтожать. Они иначе могут попасть в неприятную ситуацию. Как и с этими ребятами. И, кстати, меня бесит, что они делают полное сердечко урона. Это, по-моему, довольно нечестно. Это у нас BadGas. Пригодится в битве с боссом. Какая вообще пилюля заставляет, извиняюсь, пердеть. Это странно. Я таких не знаю. Я вообще к медицине не разбираюсь. Так. Я совсем не против попасть вот в эту комнату, поэтому хочу поискать этот... Аркаду. Магазин нам все равно не имеет смысла. У нас нет денег, чтобы им воспользоваться. Так сказать. И этот цент мне не поможет. Шипы. Так. Отлично пустил свечку. как и эту. Неплохо. О! Я чуть не облажался. Свечка. Отличный предмет. Так. До этого мы добраться не можем, да? О! Окей. Я не знаю, как это получилось, кстати. А, серьезно? Ну, хотя бы я не искал секретную комнату. Так, вот тут может быть проблема. А, нет, все окей. спасибо мухам и опять же синие свечки. Так, я чуть ничего не получаю. Мне нужна аркада. Мне нужна аркада. Хотя, блин, с одним, с половиной с синего сердечка, не знаю, есть ли смысл. Я могу просто погибнуть скоро в таком случае. И кажется, аркады здесь просто нет. Она может быть внизу и справа, но стоит ли? Может просто идти сражаться с боссом. А знаете, давайте проверим. Так, пока что не аркада. Пустил синюю свечку. Пустил синюю свечку, это просто так странно звучит. И, конечно же, магазин, которым мы воспользоваться не можем. Да, мы можем его открыть, но какой смысл? Так, бомба. Я рад, что мы ее взяли. В сражении сердца малая, они будут полезны. И у нас их, кстати, мало. Вот хрен знает, докуда нам надо дойти. Просто знаете, нам дается фактически один предмет, насколько я все-таки понял, мулиган, да, и нам надо пройти всю игру без других предметов. То есть, я имею в виду без комнат с предметами, и это, блин, проблемно. Чертовски проблемно. Это трудный челлендж ран, определенно. Ну, или я просто плохо играю в айско. Что тоже возможно. Вполне. Как видите, мы наносим огромный урон даже нашими слезами. Я очень рад. HP up и сделка с дьяволом. Мне нужен каком-то летающий предмет. Я даже два сердечка, наверное, отдам за это. Зе пект, насколько я помню, когда мы его берем, он забирает нам два сердечка и дает два синих сердечка. Так точно. И глупо было бы сейчас брать гаписпо. Я не буду этого делать. Сейчас мы будем делать огромный урон нашими слезами. И, кажется, тут подвисает. Но это нормально. Бывает такое в игре. Так вот, мы будем делать огромный урон нашими слезами. И плюс у нас есть синяя свечка. У нас есть шанс, но у нас очень мало HP. Надо найти как можно больше синих сердечек, чтобы дальше как-то продвигаться. Посмотрим, как-то все получится. Игра все еще виснет. Это нормально. Но теперь она виснет, кстати, как-то очень долго. Вот, все отлично. Нет, она все еще не отвисла до конца. Теперь белый какой-то глюк. Впервые, кстати, она у меня глючит настолько сильно. Походу, что-то на этом даже жесткое. Боже, походу, она зависла полностью. То есть, она отвисает вроде как, а потом снова фризится. Тогда я просто не буду нажимать на спейс. Пусть заставка, так сказать, пройдет. Если у меня будет еще такой шанс. Какого черта? Она у меня впервые виснет таким образом. Все? Ну, ну, ну. Давай, я ничего не буду нажимать. И черный экран. Какого черта? Все! Есть! Я думал, все уже потеряно. Но нет, мы живы. Мы живы и мы играем дальше. Это было странно. Я впервые вижу такую задницу. Так, мне надо уничтожить вот эту тварь. Это было крайне странно. Мы часто стреляем. Так, это что? Пожалуйста, будь хороший. Нейтральная пилюля. Нам нужен летающий предмет. Серьезно. Я не хочу тратить бомбы, чтобы добраться до обычного сундука. Например. И, кстати, глубины это нормально. Это ух, серьезно? Вот это они меня там зарэпили. Потому что это не некрополис, а некрополис это трудная версия, так сказать, глубин. Так, что это? Hell's up. Отлично! Просто шикарно. Это как раз то, что мне сейчас так нужно было. Ну, не считая летающего предмета, естественно. хватит говорить летающий предмет. Предмета, позволяющего нам летать. Так долго, но летающий предмет, это глупо, наверное. Он же сам по себе не летает. Хотя, кто знает. Например, пони считается как летающий предмет, я думаю. Judgment, которым мы воспользуемся потом, потому что у нас нет сейчас денег толком. один цент это не деньги. На них даже жвачку скорее всего не купить. Эх, а когда-то можно было на два рубля купить жвачку. Или на рубль. Вроде бы на рубль тоже можно было. Я уже не помню. Старость не радость. Как же. Так, я больше не против добраться от этой штуки, но не могу, к сожалению. Да и в общем-то у нас денег нет на это. Так, подвигаемся сюда. Как вы помните, комнат с предметами здесь все равно нет, так что мы сразу ищем босса. Магазин искать мы не будем, три цента нам ничего не сделают. Мы их потратим потом на Judgment. И есть одна фишка интересная. Если поставить Judgment в комнате с Дьяволом, то если он окупится, то он даст предметы из комнаты Дьявола. Сделки с Дьяволом я имею ввиду. То есть там какой-нибудь, я не знаю, Lord of the Pit, Mom's Knife, Brimstone, все вот это он может дать. И это очень такая интересная фишка. Бомба. Я рад очень этому. Сразу уничтожить мозги. Подождать пока берется вот эта вся жуть. Четыре монеты опять же пока недостаточно для того, чтобы Judgment окупился скорее всего. Хотя кто знает, бывает он окупается из первой монеты. он стихийный человек. Так, что это за пилюль? Bad gas? Pretty fly. А, в общем, что он не делает? А, нет, смотрите-ка, третья муха. Я просто думал, что это невозможно. Фистула, не проблема. Говорю, у нас сейчас огромный урон. Плюс... А, я бы... Боже, я опять нажал на эту кнопку. Извиняюсь за эти звуки. Так. Я думал, я оттуда не убегу. У нас отличный урон. Правда, если здесь надо Айзека победить, да, то мы не сможем определенно. Мы слишком часто стреляем, чтобы... Ну, естественно, сейчас он нам оху не дал. Мы слишком часто стреляем, чтобы выжить в такой ситуации. Три цента, это просто шикарно, спасибо. Где же наш босс? Вот что. Главное уничтожить эту штуку, прежде чем она доберется до нас. Спасибо, это было очень добро, с твоей стороны. Игра за это сердечко. Серьезно, еще одна открытих лайк? Хватит. Нам это не нужно. Магазин, в который мы, в общем-то, теперь можем пойти, если я найду еще один цент. Я могу их там взять, но я все-таки не хочу тратить бомбу, я поищу так. Честно, я бы хотел потратить эти деньги больше на джаджмента. Ну, мы можем встретить в магазине, например, жадность, и как бы там не будет никаких предметов, или там будет просто плохой предмет, и мы сможем потратить на джаджмента. Посмотрим, как все выйдет. Мы не знаем. Мы не знаем точно. Так, проверю, что наверху. А наверху наш босс. Так что, посмотрим, как все получится. Так, полусердечка, которой я не могу воспользоваться. Давайте проверим. У нас 4 ключа, почему не пойти в магазин? Может, там будет Steam Sale, а она мне просто не нужна. То есть, до конца игры вроде больше не будет магазинов, или будет один, да, и нет никакого смысла брать скидку. Итак, Гиш. Знаете, Гиш это окей. Будем сражаться с Гишем, получим Литл Гиш. Это неплохой такой предмет. Не идеальный. Хотя, какой здесь предмет может быть идеальным? Но все-таки приятное добавление к нашему урону. Он будет замедлять врагов. Я только рад. А вот и Литл Гиш. И мы сражаемся с матерью. Красная мать. Я очень надеялся, кстати, что так и будет. Так, так, так. Но все-таки надо стараться. Видите, суть в том, что если мы стреляем синей свечкой по закрытым частям тела мамаши, то урон все равно проходит. Это классно. И мы победили. Здесь. Нам надо идти дальше. И мы, к сожалению, не получили сделку с дьяволом. Я в любом случае беру полароид, Кэтанан Тейлз. Просто наши выстрелы, как видите, намного быстрее будут лететь. И я все-таки воспользуюсь Джаджментом прямо здесь. Я не хочу держать его до конца. До того момента, как мы сделку с дьяволом получим. Оно того просто не стоит. И главное, чтобы он окупился. Вот что. Но за 14 центов ты должен. Ну пожалуйста. Крейт. Бокс. То бишь. Синее сердечко. Хелс даун. Спасибо. Не нужно. И карта смерти. Я возьму с собой карту смерти. Череп нам никак не нужен. Точнее даже дело не в том, что он нам не нужен. Мы его просто не можем взять. Нам нужен полароид. Хотя нет, подождите, это же челленджер. А в любом случае я бы не стал брать череп, потому что это дерьмовейший тринкет. который не стоит того. И да, теперь это The Womb The Womb где мы получаем одно полное сердечко урона. Что достаточно неприятно. Но у нас есть скорость. Ааа. У нас есть скорость, у нас есть урон. У нас есть синяя свечка. Во всяком случае битва с сердцем мамы должна пройти нормально, я надеюсь. Особенно учитывая, что мы получаем бомбы. Так. Монеты, которым мы не сможем воспользоваться, скорее всего, если не найдем, конечно, джаджмента. Отличная свечка, я считаю. Так. Дополнительные бомбы. И тупик. Что очень плохо, мы можем погибнуть. У нас мало ХП, то есть достаточно трех ударов, и мы будем мертвы. Что мне совсем не нравится. Потому что я бы хотел после всей этой задницы с глюками, с двумя смертями хотелось бы победить все-таки. Если нет, то в следующий раз, думаю, будет обычный Айзек или другой челлендж раунд. А потом как-нибудь к этому вернемся. Не то, чтобы я был пессимистом сейчас таким, но маловероятно, что мы сможем добраться куда нужно. Больно уж у нас проблемно с ХП. Но мы делаем огромный урон. Вот что. Так что все может быть. Главное не вбегать выстрелы и так далее самому. Потому что самый большой враг в этой игре это я сам. Вот я только что чуть это не сделал. Меня спас только клюбовми. Дважды. Бомба. Что-то их много стало. И знаете, я открою. Почему нет? Это может нас спасти. Эээ. Нет. Деньги и бомбы нас... Бомбы нас могут спасти. Действительно. Но не деньги. Никак не деньги. Так. Спасибо Гишу за то, что замедлил. Ключ, бомба. Ключ, бомба. Забавное сочетание. Я могу, кстати, использовать карту смерти. Я не думаю, что она большой урон нанесет мамаши. Хотя знаете, я все-таки сохраню. Нам нужен любой урон, который мы можем ей нанести. Почему нет? Простейший монстр, дополнительный ключ, который нам, опять же, не нужен. Банально. Можем продвигаться. Ох. Я не знаю, как, но я не получил там урон. Не люблю этих засранцев. Ничего здесь мы не получили. И вот наш босс. первый. The bomb. The bomb. The bomb. Так, опять бомбы. То есть, на битве с мамашей у нас будет куча бомб. Это шикарно. И этого я боялся. Серьезно. Мы можем здесь погибнуть. Вполне. Это жутко неприятный босс. И мы получим всего лишь кьюба в мид. Который мне... Ну да, это добавочная защита, но блин. Это не очень хорошо. Серьезно. И кстати, на нас нужно всего два выстрела. Два удара. И мы погибнем. Но если я доберусь рано до мамаши, мы можем выжить. Мне бы хелсаппил сейчас бы пригодилось. Спасибо Гишу за то, что замедлил эту лошадку. Сделка с дьяволом. Не имеет никакого смысла, но посмотреть можно. Я просто умру. Знаете что? Я могу взять две жизни. У нас кстати восемь останется. И у нас будет шанс, мне кажется, победить. То есть сейчас у меня два сердечка и два удара и я мертв. Но там будет каждый по одному и мы будем возвращаться обратно. Но с мамашей я могу и не получить урон, потому что босс в данном случае с нашими предметами достаточно простой будет. Знаете, рискну. Я, кстати, думал, что это не сработает, но это сработало. Итак, это очень рискованно, но это может окупиться. Банально может. Главное не получать... О боже. Главное не получать урон. И тогда все будет хорошо. У нас есть восемь жизней. У нас есть шанс. У нас реально есть шанс. Вокруг нас еще кружится Cube of Meat и две муки. То есть это защита, как вы понимаете, приличная. К сожалению, тупик. Глаз это не проблема. Дополнительный ключ и монетка, которым мы в общем-то воспользоваться не сможем. так. Главное просто встану рядом и уничтожу Cube of Meat. Смотрите, как мухи его облетают. Забавно. Мы можем пойти в... в аркаду. Знаете, я пойду в аркаду, мы можем выиграть синих сердечек. Это может нас спасти. Все равно деньги мы ни на что потратить не сможем. Даже не знаю, зачем я сейчас играю этого чувака. Я буду... Я все деньги сейчас потрачу на... на вот эту штуку. Все равно мы ими воспользоваться уже не сможем. Мы все делаем для того, чтобы выиграть. Мне кажется, это была очень умная мысль взять кота. Потому что мы бы наверняка погибли без этого. Пилюля, BadGas, пригодится. Но мне кажется, что Death будет полезней. Просто мы можем отравить маму. Да, Death будет полезней. Просто травит вроде не так уж и надолго. Блин, это должно было быть синее сердечко определенно. Золотой ключ. Спасибо. На этом этапе игры он мне, конечно же, нужен. Еще одна притекла. Странно. Наверное, поэтому лорд мух. Может быть, он увеличил шанс всякого вот такого. Пожалуйста, потратьте все мои деньги уже. Мне выпадают по 20 центов постоянно. Пилюля. Боже, опять Pretty Fly. Я даже пользуюсь я. Я просто обижен на игру. и ничего. Я могу, конечно, все это взорвать, но это не имеет никакого смысла. И я бы сказал, можно идти дальше. Пожалуйста. Я не хочу находиться в этой комнате. Я просто поставлю бомбу и уйду отсюда. Как же я надеюсь, что это путь... Это не путь к боссу. Серьезно? Это было странно, но, знаете, одна жизнь. Это не проблема. У нас есть их еще 7 штук. Я смотался оттуда. О, боже! Это комната, где нас просто будут уничтожать! Так, срочно, бомба! О, боже! Знаете, я проверю вниз путь. То есть, видите, никакой разницы. Если бы мы не стали брать синего кота, мы бы все равно подыхали на этой комнате, скорее всего. Это просто задница. Пожалуйста, пусть это будет путь к боссу. Через ту комнату мы просто не сможем пробраться, банально. Просто не сможем. Надеюсь, это куда-то сюда. О, нет. Все, меньше шансов на это. все меньше шансов. Если я использую там карту с... А, серьезно? Это не путь к боссу? Ну, задница. Скорее всего, мы не сможем там пройти. Даже с пятью жизнями. Я не знаю, может быть, здесь секретные комнаты, мы пробомбим путь. нет? Хреново. Может, тут? Это просто невозможно. боссу. да. О, нет. Это не путь к боссу. Серьезно? это полная задница. Меня просто буквально изнасиловали. Так, вбегаю. Ставлю бомбу. Оббегаю. Забегаю. Я попробую добраться до пилюли. И это хелсап. Шикарно. Именно на это я и надеялся. Банальные мухи. Так, так, так. Бомбы. У нас есть шанс. Я думал, нам конец, но нет. Нам бы найти одно сердечко, кстати. Но я не буду возвращаться туда, чтобы добраться до сердечка. Я просто подохну там по пути. Кстати, это совершенно нам ничего не делают. У нас одно сердечко в любом случае. Я надеюсь, что там будет комната с сердечком. Ну ладно. Итак, теперь как получится, я не знаю. Есть шанс, есть определенно. Я использую карту смерти сейчас. И это нанесло сколько? Очень мало. К сожалению. Но мы будем нанесить большой урон свечкой. Воу, я чуть не вбежал. Так. Носить большой урон свечкой. У нас есть шанс выжить. Есть, есть, определенно. Я не буду вам лгать. Смотрите, она уже наполовину мертва. Не знаю, если я что-нибудь глупое совершенно не сделаю, как вот эта бомба, например, то мы должны быть в нормальной позиции. Так, она сейчас уже будет стрелять от этой фигней. Это проблемно, потому что у нас нет летающих предметов. И победа! Мы получили фишхед, это, насколько я знаю, тринкет. Победа! Что я еще могу сказать? Это была долгая игра, но мы победили. Главное верить себе, верно? И на такой, как сказать, оптимистичной ноте я с вами попрощаюсь. До встречи!